Немножко поддомкратили. Теперь сорвем болты, которые крепят диск, а потом будем дальше поддомкрачивать, чтобы снять колесо. Здесь прогнило кузов, поэтому я упираю домкрат в лонжерон ВАЗ-2109. Просто показываю способ, как подпереть можно домкрат. Смотрите, одной рукой поднимаю. Поднимаю, поднимаю. Неудобно одной рукой. Поднимаю. Здесь хорошо, на домкрате есть резиновая проставка. Колесо, два болта откручены. Вот они, два болта. Колесо вывернуто для удобства. Подставляем под заднее колесо вот такие откатники самодельные. Я из толстой фонары их сделал когда-то давно уже. Служат мне вперед и назад. Ну и конечно, когда подниму на домкрате, подставлю на автомобиль вот такую вот чурочку для страховки. Ну вот смотрите, колесо я поднял. Просвет. Чурочку подставил. Но пока не буду пускать чурку на чурку. Пока не уберу колесо. Колесо выправил. Не стал я его выворачивать вправо. Потому что у меня есть яма. Мне удобнее с ямы. Колесо снято. Чурка подставлена. Вьем в яму для того, чтобы отгибать вот эти вот стопорные стопорные квадратные шайбы. Чтобы снять суппорт и поменять вот эти вот резинки. Вот эти вот. Которые на том колесе совсем поровны. На этом вот слегка начинают уже рваться. Для разгибания использую такую большую металлическую отвертку. Чтобы сзади можно было ударить. Ручка вот уже маленько сломалась. Но ничего. У нас уже сломанная ручка и не скалит. Теперь верхний стопор. Снимаем резиновое кольцо, которое держит, придерживает тормозной шланг к стойке амортизатора. Чтобы можно было снять суппорт. А то он будет в натяг и мешать будет. Кольцо вытащено. Теперь вынимаем суппорт. Опа! Вот он суппорт. Вот этот поршень. Ни в коем случае теперь нельзя нажимать на педаль тормоза. Потому что поршень может выскочить. Отводим его вот сюда в сторонку, чтобы он не мешал. Колодки повыпадывали естественно. Вчера я их установил. Немножко притираться уже стали. Ну и причина, из-за которой мы затеяли сегодняшний ремонт, это вот эти вот направляющие. Направляющие. Вот она резинка. Оп! Вот она сама направляющая. Вот она. Вот вторая резинка. Вторая направляющая. Чтобы заменить вот эти вот старые порванные направляющие, предварительно был куплен ремкомплект за 200 рублей. Вот он. На все четыре колеса. Один, два, три, четыре. На два направляющих. По два. Вот такой вот ремкомплект. Также была куплена специальная смазка. Как предложили нам. Не знаю, насколько она специальная. Ну вот она. Манол. Манол называется. Купер паст. Медная паста называется. Наверное, хорошая. Вот эти места, куда будут вставляться направляющие, перед тем, как их вставить, вот, это новое я уже поставил, тщательно, тщательно стараюсь убрать отсюда грязь, вычистить все это дело, ну и вставлять. Естественно, смазав. Естественно, предварительно смазав этой медной пастой. Вот такая вот медная паста. Клубочок отвернули. Теперь сейчас снимем вот эту вот предохранительную золотинку. на другой. Опять же работаю. О, какова она. Интересного. Желтого цвета. Медь же. Надо же. Вот, видите, смазал медной пастой. Вот, зараза, старый смазал. Вот. Смазали. И вот теперь его вставляем на место. Остается теперь вот этот вот пыльничек натянуть сюда. Сейчас при помощи кривого шила вот такого. Вот такого. Натяну. Ну вот, натянуто. Все натянуто. Новый направляющий ходит с новой пастой. Верхний точно так же. Немножко пришлось, конечно, здесь вот поработать вот этим вот шилом. Ну, буквально в течение трех-пяти минут натянул. Оба направляющих установлены. Верхний, нижний. Теперь устанавливаем колодки. Одна колодка. И вторая колодка. Все, суппорт установлен. Затягиваем головкой на 13 болты, которые его держат, придерживают. Загибаем гайки, ой, шайбы, которые я показывал до этого. Все, можно ставить колесо. Забыл сказать, вот эту вот резинку еще нужно установить на место, прежде чем поставить колесо. Вот. Остальное все сделано. При установке колеса здесь есть четыре отверстия. Один, два, три, четыре. И есть четыре направляющие отверстия. Так вот, их нужно совпасть вот с этими двумя направляющими на ступице, чтобы колесо стало правильно. Перед закручиванием болтов футерных вот сюда в диск я их смажу точно такой же смазкой, которую я смазывал направляющей, то есть медной. Вот просто. Вот так вот смажу, чтобы потом откручивалось лучше, не закисало, так сказать. Предварительно закрутив колесо четыре болта футерных на весу, то есть колесо, когда не цеплялось за пол, сильно я не могу затянуть, так так оно будет вращаться. Опустил домкрат, колесо опустил на пол и теперь буду затягивать до нужного мне момента. Вот видите, стопорная шайба, которую потом я буду подгибать. Для удобства я немножко эти краешки, все четыре края, подогнул, для того, чтобы когда я буду их загибать, мне потом их не отковыривать ножом или еще чем-то, чтобы они уже были немножко приподняты. Вот они, края, про которые я говорил, они немножко приподняты. вот болт на 13, ключом на 13 подтягиваю, а ключом на 17 с той стороны направляющие поддерживаю. И вот эти вот краешки, про которые я говорил, вот один край, второй, они приподняты, мне легче их будет загибать. Вот сюда я сейчас буду колотить и стопорная шайба зажмется. Вот так вот должна выглядеть зажатая стопорная шайба с бильцем небольшим.